Добрый вечер, в эфире Харток и непростые разговоры о важном. Украинскую политику можно обвинять в чем угодно, но однозначно одно. Она ускоряется, она дарит нам очень много ярких и интересных фактов ежедневно, она не дает соскучиться рядовым гражданам Украины. И сегодня у нас в гостях вновь назначенный глава госслужбы чрезвычайных ситуаций Зарян Шкиряк. Здравствуйте, Зарян Местрович. Добрый вечер. Очень рада вас видеть в студии. Я думаю, что вы нам сегодня много интересного расскажете, потому что вы были героем буквально благосферы, фейсбуков и так далее целую неделю. Ну, во-первых, вот вы вас только назначили. Как вас приняли в службе внутри? Потому что вы знаете, во-первых, чужие люди. Во-вторых, вы же человек в Министерстве чрезвычайных ситуаций новой. Вот вы не работали в этом сегменте. А у нас любят говорить, да он вообще человек чужой для нас и так далее. Как, по вашим ощущениям, приняли вас или нет? Знаете, мне было очень тяжело первые два дня. И сегодня я могу абсолютно уверенно констатувати, что, если вы даже сейчас прийдете в службу, где находится самая центральный аппарат, вы просто побачите там другие обличия у людей. Потому что, когда мы пришли, первые несколько дней, люди были в абсолютно каком-то таком морально подавленном состоянии. В первую очередь, после того, что сталося, после известных событий. Ну, а в-друге, знаете, для любых работников изменения – это всегда какой-то состояние депрессии, состояние чего-то неведомого, чего ожидать, как ожидать. И сегодня я могу вас запевнити, что это не просто хорошее восприятие, это кроп на встречу. И мне это очень приятно. Тем не менее, вы пока исполняющие обязанности. Вот, по вашим прогнозам, как долго будет длиться этот курс молодого бойца, вот испытательный срок? Знаете, я думаю, что он будет продолжаться именно столько, насколько мы начнем показывать результаты. И, власне, я уже неодноразово говорил и працовникам, что раньше сейчас я кризовый менеджер, который пришел для того, чтобы совсем изменить саму систему управления безпосередньо и работы с працовниками, и, власне, и с органами державної влади, и, в том числе, ставлення украинских граждан. И, своего часа, я никогда не мог поверить, что я буду працювать в Министерстве внутренних справ. Сейчас стало так, что волею доли я на певный час, сколько вистачить силы, как решить уряд, учулив тимчасово службу из-назвичайных ситуаций. Поверьте мне, что керевнику и новой генерации керевников, державных управленцев, не обовязково знать конкретное место, куда вкручивается той или иной рукав, как говорят пожарники, привыкли для нас шланг, очень важно понимать саму структуру и понимать, как ней управлять. Зарян, тем не менее, мы начали с массовых увольнений. Знаете, со стороны это может показаться так. Вот пришел человек новый, еще не успел разобраться, что к чему, и сразу начал шашкой махать. Вот, как вы сами можете объяснить, что вы начали с того, что вы уволили подавляющее количество там руководителей, областных служб и так далее. Чем вызван такой вот массовой чистки? Знаете, это, в первую очередь, выкликнуло тем, что, на превеликий жаль, и Державную службу с надзвичайных ситуаций не оминула надзвичайно потужна корупційная складова. И, на мой взгляд, сегодня не идет мова про полювание на видео. До речи, я хочу вам сказать, что все звольнения, практически, которые я проводил, происходят с сгодой стороны. У меня нет желания остаться с кем-то врагом. Есть просто объективные обстоятельства, есть выклик часу, и, безусловно, звольнения будут продолжаться в контексте тех событий, которые будут развиваться. Больше того, я вам могу сказать, что не все працівники, которые на сегодняшний день в силу певных обстоятельств отстранены, а будут звольнены с посад, отбудутся навсегда. Мы уже сегодня тем людям, которые готовы дальше працювать в новой команде, пропонуем такую возможность. И я уверен в том, что это понимание будет. То есть это просто такая перезагрузка, как была в Грузии? Вы знаете, я думаю, что это такая перезагрузка, как была в Украине, оскільки, как бы там ни говорили, у нас дещо другая ситуация, Грузия маленькая страна, на жаль, Украина, или на счастье, значительно больше. И тут оця коррупционно-мафиозное мышление, и в государственных органах влади, воно формировалось десятилетиями. Викоринти за, звичайно, короткий период часу – это неможливо. Но те, что мы будем пытаться это сделать, в этом жодных сумнів не было. Больше того, я уверен в том, что мы сможем достигнуть значных результатов и в Державной службе из-назвичайных ситуаций. И остальное. Ну, так сталося, что, вы знаете, что и керевництво Державной службы из-назвичайных ситуаций, в том числе и территориальны, в тей или иной мере, я не скажу про всех, но, мабуть, на много вещей, что не меньше закрывали очи, а что не больше, вы понимаете. Но я должна сказать, что рядовые люди, то, что мы называем обыватели обычно, мы вообще ничего не знаем в МЧС, честно говоря. Эта ситуация была очень непрозрачной, всегда очень мало писали об этом ведомстве. И именно поэтому я решила вам задать несколько вопросов, чтобы хотя бы точечно определить какие-то вещи в каком-то... Я вас только перебью на одну секунду, извините, Наталку, потому что вы прекрасно, вы уже сейчас просто прекрасное запитание сформулировали в первом речении. Так вот я вам відповідально заявляю, что даже керевництво державы за последний период времени не знало, что насправді происходит в службе с надзвичайных ситуаций. Потому что очковтирательство и окозамилювание, которые происходили на уровне, что в тебе, у меня все хорошо, у меня все под контролем, у меня никаких проблем, довело до того, что сегодня наша служба, яка на мое переконание абсолютно не меньше важлива в умовах войны, чем в Министерстве обороны и Министерстве внутренних прав. Она в условиях мира очень важна. Звичайно. А я уже мовчу про умовы войны. Да? Ну вот давайте пока... Залишилось где-то за боком уваги. Давайте пока... Вот какие-то реперные совершенно вещи. Вот смотрите, какое у нас общее... Вот просто я, например, даже представления не имею, какое у нас общее число спасателей в Украине. Самые работники ДСНС... Вот есть спасательное формирование человеческой ситуации. Я вас понимаю, все реагирование. Те люди, которые выполняют безусловно задачи оперативные, пожежи, рятувания, разминувания, близко 52 тысяч. Какая зарплата? У рядового спасателя какая зарплата у офицера? Прекрасное вопрос. Я шокованный был, когда почув реальный стан справ с оплатою працы. Я вам могу сказать, что сегодня базовая зарплата, как рядового, так и, скажем, капитана, становит 2100 гривен. Это мощно. Это те люди, которые должны рисковать жизнь, по идее. Не просто, не просто, щодня, рискующие жизнь, життям и не только на войне, но и в мирный час. А заработная платная, скажем, пиротехника, а те, кто проводит безусловно гуманитарное разминувание, как мы это называем, то есть саперы в войсках называют, получают около 4 тысяч. И, собственно, те, кто сегодня находится на передовине. Будет в ближайшее время возможность поменять эту ситуацию? Я вам скажу, я могу переконливо сказать, что я сделаю все для того, чтобы эта ситуация изменилась. И насколько мне хватит сил, я буду активным лоббистом государственной службы из-за необычных ситуаций и, власне, ее работников. Как в системе покращения социального захиста, так и безопасно в системе покращения материального стану. Зарян, если на балансе министерства или госкомитета, так будет правильнее сказать, вооружение, если есть, то какое? Ну, в первую очередь, вы знаете, мы считаем военноизованным подразделом, но оружие, как такой, у працовников МНС нема. Ну, есть те, которые выполняют охранные функции, но, безусловно, главная задача – это все-таки рятувальні работы и восстановленные работы, и, безусловно, это работы, которые связаны с риском для жизни, а именно разминувания. До речи, я вам хочу сказать, что сегодня найкращая, в том числе, и кинологичная служба, тобто там, где выкористовываются навчанные силы, и разминувания проводит саме Министерство Зназвичинных Союз. Зарян, вот тут у меня вопрос. Питя, а сегодня, как вы правильно сказали, условия войны, и часть ваших людей, так или иначе, находятся в АТО, около АТО, выполняют некоторые операции или могут выполнять? А как же там люди могут быть без оружия? Ну, мы выполняем гуманитарную миссию. Понятно. Хорошо. Дальше идем. Государственная противопожарная служба, которая является частью, правильно, вашей службы? В каком она находится состоянии? Какой общий парк машин? Какая, опять же, извините за занудство, зарплата пожарника, который, опять, рискует жизнью ежедневно? Ну, про зарплату я уже вам сказав, что касается парка машин, я вам могу сказать только, ну, такие базовые цифры, плюс-минус, близко 9 тысяч на сегодняшний день у нас пожарных машин. Больше того, я вам могу сказать, что... Они все в нормальном состоянии? Да нет, конечно. Ну, про что вы говорите? Значная количество этих пожарных машин берет свои початки, власне, были придбаны еще за часы Радянского Союза. И, власне, саме сегодня... Ну, до Второй мировой войны, Второй отечественной войны. Я думаю, что уже после Другое святое, но достаточно давно. Ну, сколько так на вскидку может выехать из автопарка в случае пожара? Процентном саду на сегодняшний день? Нет, вы знаете, я вот, Наталка, чтобы просто також не керуватись подвійными стандартами. Я вас могу запевнити, и я с честью про это говорю, что сегодня наши подраздели, оперативные, рятувальные и силы реагирования абсолютно щитко виконуют все поставленные задачи, попри тихи складнощей, которые, конечно, есть. И тут жодних сумнівів нема, тут можно... Но те, что сегодня нужно покращивать и материально-техническое безопасность, это однозначно. И вот тут я мушу вам обовязково наголосить на том, что саме в цьому році, наприкінці квитня, мы проведемо вперше за останні шесть роков закупку пожежно-рятувальної техники на открытом, прозором, публичном тендере. Это будет первая акция, которую проведет ДСНС, скажем так, в Украине. Знаете, когда началась антитеррористическая операция, когда начались военные действия на территории Украины, вдруг оказалось, что у нас многого не хватает. Ну, то есть было какое-то количество вертолетов, оказалось вдруг, что ни у кого-то в аренде, оказалось, что мы их оттуда не можем вернуть. И так вот, куда вот ни глянь, оказалось, что на самом деле на бумаге было написано одно, а в реальности было другое. Вот что касается вертолетов и санавиации МЧС, что там вообще? Там все на месте и сколько этих вертолетов? Хотелось бы, звичайно, значно краще. Ну, я вам скажу, Эдверт, на сегодняшний день в рабочем стане у нас 8 геликоптеров. Основную функцию... А не мало это для Украины? Звичайно мало, Наталка. Звичайно мало, дуже мало. Огромная страна. Я еще раз хочу сказать, что нам зараз потребен очень четкий посыл и, власне, и реформирование, которое я обовязково буду проводить, оновление службы и оновление уваги, подвищеною уваги, в першу чергу, керівництва держави, народных депутатов Украины, щодо змін законов, которые мы будем пропоновать в сенсии покращения эффективности работы службы с надзвичайных ситуаций. Отже, это 8 геликоптеров, из которых 2 еврокоптера. Это, насправді, прекрасные машины. До речи, они одновременно могут в разе потреб эвакуировать до 4 поранених, до 4 людей. И Ми-8 у нас находится на постоянном боевом чергувании 4 машины. Понятно. Вот насчет того, что, если все ли на месте, и как обстоят дела? Ну, бывший глава службы, насколько я знаю, сейчас находится в СИЗО, да, пока? Да, не, значит, вышел под заставу. А, вышел под заставу. Ну, то есть, все равно, так сказать, его дело продолжается. Кто-то проводил аудит? Мы, безперечно, первое, что мы подписали, как только я пришел, первый день, когда я пришел на посаду, я подписал звернение, что до проведения тотального аудита по всей службе. Но вы не будете с ним общаться, опыт переймать не будете пока что. Я думаю, что мы этот опыт на корню зарубаем. И поверьте, если будет понимание, а вы видите, что сегодня и Арсен Яценюк, и Арсен Аваков, и президент Украины достаточно жестко висловили свою позицию. И сегодня, до речи, на заседанні уряду, яке проводилось для того, чтобы обговорить новую и реформу Министерства внутренних справ, четыре запропонованных законопроектов, обговоривался как раз и будущий законопроект, которым заборонено будет тем, кто подозревается в коррупционных действиях или хабарничестве, выходить под заставу. Это очень важный, ключевый месседж. И мы его абсолютно поддерживаем. Смотрите, когда я считаю о медицинском оснащении и психологической помощи в АТО, всегда говорят о волонтерах. Там работают врачи-волонтеры, там работают медсестры-волонтеры, там работают люди, которые оказывают психологическую помощь. Работают ли там ваши люди? Безумовно, есть целая плеяда психологов, которые занимаются в службе с надзвичайными ситуациями, самым психологической поддержкой и реагированием в разе таких нестандартных ситуаций, когда люди потрапляют в сложный психологический и моральный состояние, в первую очередь, мова идёт про надзвичайные события. Это стан паники, истерии, разгубленности, распачи. Безперечно, больше того, мы сейчас досить серьезно працюем с нашими институтами и с науковцами. И уже разработаны достаточно цикавые методичные проекты, которые мы будем проведать в життя, в том числе, до речи, и поновлювать, скажем так, навчание с цивильной обороной. На превеликий жаль, у нас досить долгий час была втрачена и похована. Ну, не то, что втрачена и похована, все люди, которые живут на Востоке, говорят, когда начались события, и когда у населения мирно началась паника, где наше бомбоубежище, где что расположено, оказалось, вообще никто ничего не знает. Даже служащие райадминистрации ничего не знают. Даже милиция ничего не знает. И это, конечно, абсолютный феодализм в этом смысле. И настоящий позор, из-за этого погибло очень много людей, которых можно было спасти. Это правда, Наталка. Я думаю, что за великим рахунком и мы с вами не знали, куда бегать. Я до сих пор не знаю, честно говоря, куда. Будем намагаться покращать эту ситуацию. Но тут нужно четкое понимание, что это может быть только в общей спорте с администрациями. Многим службам честно, по советскому пространству, долгие годы уже, но не только и строка в бюджете. Кстати, какая у нас строка в бюджете? Сколько там? 3,8 миллиарда. 3,8 миллиарда в год. Ну, понятно, это немного. Не забудьте додати, что 94% – это захищение статей. Вот были разрешены платные услуги. И насколько я знаю, например, тушение пожаров, организация отдыха, допустим, вертолетное. Это отдыха, это вы имеете в виду в каких-то экстремальных условиях, горные условия и так далее. Но это же туризм, я думаю, что это трошки перебор. Да, скажите мне, вот эти платные услуги, они разрешены по-прежнему? Звычайно, вы понимаете, в чём проблема насправді полягает? Вот, смотрите, я вам скажу одну цифру, вона досить… Вот я лично знаю случай, извините, когда человек там на море, вот это было, по-моему, в Одессе, это было с моими знакомыми, он на матрасе уплыл, и когда началась паника, и начали вызывать МЧС, чтобы на вертолёте посмотреть, где он, им сразу сказали, это будет стоить столько-то, ребята. Ну, это МБА. Ну, вы знаете, это, в правдя, ганебный випадок, эти чистые воды, ну, злочин. Тут есть и другие, понимаете? Ну, вот я вам простой приклад привожу. Сегодня забезпечение паливно-мастельными материалами у нас на 7%. Это так, чтобы было понятно, и мы, конечно, сейчас будем обратиться до уряда, умов идти и про пальное, и про авиаційное пальное. Это, ну, вещи, которые сегодня должны решаться для собственного рятования жизни людей. Переконаны, что нам идут на встречу, но, с другой стороны, вы понимаете, ставятся задачи, люди должны их выполнять, и, мабуть, вот эта вот лиха доля заставляла каким-то чином, ну, выкручивать ситуацию и, ну, так би мовити, брать участь, чтобы десь какую-то копейчину заработать. И тут же, звичайно, не поднимается у меня особисто рука назвать это коррупцией. Но, по сути, так выглядит. Вот именно поэтому нам нужно эту складовую выключить. А это означает довести к руководству державы, в первую очередь, что сегодня необходимо достойно финансировать службу, чтобы в подальшем и достойно финансировать працанков, уникать коррупции. Слушайте, вот я, к сожалению, вот это державе. Я вам приведу пример. Вот я разговаривала с Арсеном Борисовичем Аваковым. Мы говорили о реформе ГАИ и говорили о том, что там будет патрульная служба. Но когда я привела там достаточно корректные цифры того, насколько могут быть они обеспечены, я говорю, Арсен Борисович, а как же? Он говорит, да, я вот воевал и отвоевал еще там, например, 20% обеспечения. Но, а все остальное нужно изыскивать ресурс. Где вы будете изыскивать ресурс? Я, знаете, ну, дай Бог, чтобы у нас все зрозумели, что таки Аваков для новой Украины. Это я просто в сторону отойду. Я думаю, что... Вот мы в сторону Авакова далеко не будем отходить. Я говорю, вы мне бы задали, а я повернусь до Арсена Борисовича. Я пропоняю, а не про Авакова. Потому что его роль, что будет оценена, я думаю, историей, власне, как и роль тех людей, которые сегодня при керевництвии Торчинова, Яценюка и, конечно, президента Петра Порошенко. Питание на сегодняшний день складное. И мы все прекрасно понимаем, что сегодня ресурсов нет. Сегодня нет возможности достойно финансировать, поскольку экономика фактически находится в стадии стагнации. Но, тем не менее, мы попробуем запропонировать и уряду деякие достаточно цикавые, в том числе, инвестиционные проекты, которые будут связаны с реформированием службы. А как работают привлекать к инвестиционным проектам? Будем завлекать, как вы говорите, наших захидных партнеров. Власне, так и это сделано в системе Министерства внутренних справ. Хорошо. У меня еще к вам есть такой интересный, пикантный даже вопрос. Как известно, скажем, ведомство Ушойгу, когда он возглавлял МЧС России, сейчас я даже не помню, кто это возглавляет, сейчас я не знаю, разрешен беспошлиный ввоз, например, легковых автомобилей, мотоциклов и так далее. Это такие льготы были. Были еще некоторые другие. Возможно, сейчас они сохранились. Есть ли какие-то льготы, например, у украинского ведомства аналогичного? Вы знаете, я уж так, что, мабуть, про пильги, я хотел дизнаться в остальную чергу, но переконан, что, конечно, таких вещей в украинском МНС, в украинском ДСНС нема. Не праздный вопрос, что делать с отходами. Это вопрос национальной безопасности. И в каком-то смысле МЧС тоже имеет к нему отношение. Вот смотрите, есть у нас проблема утилизации оружия. И сейчас весь Восток загажен российским оружием, которое, как мне говорили, не знаю, правда это или нет, они завозят старое оружие, они фактически таким образом не только решают свои задачи геополитические, но и решают свои задачи утилизации вот этого старого российского оружия. А что с этим можно будет потом делать, скажите мне? Все эти мины старые и так далее. Нам взагалі придется досить довго розгребать все, что нам сюда, и все это лейно, которое нам привез Путин и его террористичная орда. Я бы не хотел, знаете, робить какие-то прогнозы, потому что война продолжается, и могу вам сказать, что, на жаль, говорить сегодня про любые перспективы закинчения этого конфликта не важно. Но на мой взгляд сегодня ключевым меседжем мое быть то, что мы должны звольнить свою землю, прежде всего, это покарать негидников, зрадников и террористов, и выбить эту террористическую наволочку из нашей земли. А далее, я думаю, что мы найдем возможность, как все это очистить. До речи, вы сказали про то, что там находится много мін, боеприпасов не подъемных. Саме наша служба является основным подразделом, который занимается разминуванием. И, до речи, с прикрестю завжди говорю про то, я раньше этого не знал, что 16 бойцов ДСНС загинули в зоне конфликта, большая часть из которых саме подчас разминувания. Мы в понедельник уже выезжаем снова в зону АТО, наши подраздели, где будут проводить саме гуманитарное разминувание в, скажем так, умовах реализации урядового и президентского проекта по осторожению фортификационных укреплений. Это дело серьезное очень. Но еще есть обед, который по расписанию. Я имею в виду вещи, которые, знаете, у нас же всегда снег неожиданно падает зимой. У нас есть паводки по весне, и у нас много таких вот есть зон, где они могут быть. У нас нужно осуществлять строительство защитных сооружений в зонах АТО и так далее. И много-много других проблем. Насколько мы сегодня готовы к этому? Я вам больше скажу, такое вражение, что вы, знаете, десь у вас кто-то там сидит и подглядывает, чем занимается ДСНС. У нас же готовность к интервью. Я, в общем-то, интересовалась, чем мы занимаемся. Мы затвердили план протидії паводков. И отработаны все, власне, механизмы для реализации и для протистояния надзвичайным ситуациям в разе их выникновения. То есть вот весной, если что, вода не начнет неожиданно подниматься. Вода может начать неожиданно подниматься. Неожиданно для наших служб. Но неожиданно для нас это не будет. Мы готовы. Хорошо. Охрана и защита объектов национальной безопасности, ядерной станции, ТЭЦ и так далее. Я так понимаю, что МЧС имеет вообще к этому какое-то отношение? До охороны нет, до обслуговывания в разе потребы, звичайно. Охорону здействуют на сегодняшний день. До речи, охорона этих объектов посилена. Подрозділи национальной гвардии и специальные подрозділи Министерства внутричных справ. То есть, если они сталкиваются с какими-то проблемами, заминированием, все что-то, все что-то не вызывают вас. Проблемы надзвичайных ситуаций, техногенные, або, скажем, ті речи, где нужно проводить рятувальні работы, або ж гасити пожежи. Смотрите, вы сами говорите о том, что все эти годы, так сказать, служба МЧС, она была настолько занедбана. Вона и закрытой была, тоже. Да. Розумите, в чему суть? Сегодня у нас угроза антирористической опасности сразу может возникнуть во многих местах. Да, и она потребует большого ресурса. Потому что у нас есть прифронтовые города, потому что у нас есть там области, которые в зоне особого риска и так далее, территория целая. Есть ли у вас достаточно ресурса для того, чтобы обеспечить присутствие своих минеров одновременно, я не знаю, не дай бог, чтобы не понадобилось, ну, например, там, Харьков, Одесса, Мариуполь, еще что-то, еще что-то. Есть ресурсы, есть и людские ресурсы, и, до речи, тут варто зазначити, что саме, вот вы загадывали про 52 тысячи, я сказал, вам цифру назвал. Так вот, для меня сегодня главным приоритетом является самая часть работников ДСНС, который сегодня просто в значительной мере фанатами своей справы, которые пришли в этот мир для того, чтобы рятать людей. Эти ресурсы есть, возможности есть, силы есть, и мы будем это действовать, попри те складнощи, которые, безумовно, накрывают нашу страну. Вот вопрос такой сакраментальный, но я уверена, что он интересует буквально всех, кто на сейчас смотрит. Я, например, никогда не знала, куда можно обратиться, вот если, знаете, в быту у людей часто бывают патовые ситуации. Не знаю, ребенок захлопнулся в квартире, пьяный подросток сидит на перилах на балконе на девятом этаже, еще там какое-то стихийное бедствие внезапное, ну, масса, каких-то сейчас не буду фантазировать. Куда может и должен позвонить человек, если он сам не может справиться с ситуацией? Конечно, в ДСНС. Мы всегда прийдем на телефон. Телефон, телефон. 101 на сегодняшний день, хотя вы знаете, что мы... 101. 101. Вот я говорю всем нашим зрителям, чтобы они слышали. Но, конечно, в ближайшее время мы будем работать вместе с Министерством внутренних прав в конце концов. Мы обовязково завершим проект службы 112, яка будет узагальненою службой, ну, скажем так, на всі випадки життя, як це практикують цивілізовані країни світу. На жаль, до цього часу ефективно цей проект не запрацював, хоча там в певних областях лінії відкриті, але в таком вигляді він не може існувати, тому ми активно вже почали працювати з робочою групою Министерства внутренних справ, куди, власне, і передаємо цю функцію 112. І безперечно переконане, що рік-два цей номер, як номер служби спасіння, буде працювати по всій Україні. Я вам скажу откровенно, що коли два роки назад у мене лично, да, вот і у моєго офісу, редакція там публічного люди, случилась патовая ситуація, і нам потрібна була срочна допомога МЧС, ми просто, це було 6 часів утра, ми званили куди угодно, ну, ніхто, естественно, не приїхав, ніхто не отозвався. Тому ми обязательно в ближайшее время предпримем таку історію, що ми просто, ну, сымитируємо вызов і посмотрим, як действует МЧС в такій ситуації. Я думаю, це буде правильно і потім обов'язково мені повідомити. Ну, Заряна, хочу вас задати вам, так сказати, нескільки, може бути, личних вопросів, тому що я, да, ви один із немногочисленних представителів української власти, который стал очень быстро і мгновенно, даже я би сказала, частиною новейшої політичої мифології. Ну, то есть про вас с удовольствием там какие-то пишут, складывают какие-то там карикатуры пишут, дружескі шаржи, фельютони пишут, какие-то демотиваторы рисують і так далі, я до цього ставлюся дуже позитивно і завжди навіть з радістю розміщую їх у себе. Вот Гераченко говорить, що ви даже, коли після вашого назначення, коли вот все эти шпагати там і прочее-прочее було, вот там сиділи і хіхікали. Ми разом дивилися їх і навіть, я ж кажу, що навіть в мене там просто є декілька, я вважаю, шедеврів, особливо з цим прийомом лікеля, коли сидить Йоха, йому кажуть, у вас обычний шкіряк. Ну, мені здається, що це дуже дотепно і я не ображаюся. Я абсолютно не реагую на Єрісі, на Чернуху і ніколи не ображаюся на такі речі, на мій погляд. Я не могу удержаться, я вам щас хочу прочитати цитату із Филітона Рыбникова. Я є такий популярний филітонист, я у нього прочитала в Фейсбуці. Шкіряк ловит щуку на голий палец, в амфарах, которые шкіряк достаєт на море, живут варені раки. Под свинки, воспитанні шкіряком, разрывають русскому мишки пасть. Якщо шкіряк був на Байкалі в ту ніч, він би всіх спас. Шкіряк похож на Бельмондо, а Путін на Моль. Хтось говорить, шкіряк і є сценична бандера в милітарній формі, пришествію яку предсказав президент Порошенко. Ну, вам таке нравится? Звичайно. Ну, я вважаю, що є і дотепність, і гумор. І взагалі я дуже люблю посміятися над собою. І ніколи не комплексую, коли люди переглядають, переглядаючи такі фотожапки, або читаючи такі філітони, і, ну, скажімо, отримують хороший настрій і посміхаються. Звичайно, що є і серйозна сторона в цьому степі, тому що популярність – це хороша вещь. Але ви ж розумієте, що у вас дуже багато кількість людей, які є вашими опонентами, які считають, що ви чоловік не з системи, що це чисто таке політичне назначення, там, з виду своїх і по-своїх. І що вам потрібно буде доказувати, ну, дуже серйозно, то, що ви способні цю систему, ну, там, взяти на себе відповідальність і її попробувати, по крайній мере, реформувати. Прекрасне запитання. Дякую. Я вже говорив, Наталка, що, знаєте, стереотипи, коли хтось говорив про те, що це обов'язково повинен бути пожежник, або це повинен бути там людина з відповідною військовою освітою – це дурниця. Це повинен бути хороший менеджер, який досить швидко уловлює систему управління, власне, системою ДСНС. Ну, давайте згадаємо наших міністрів з незвичайних ситуацій, колишніх, і подивимося, скільки їх насправді було з системи. Я думаю, що там один-два чоловіка, там, Болоцьких, там, ще хтось. Всі інші не були людьми, безпосередньо, які займалися і були фахівцями. Ми комусь краще вдавалися, комусь гірше. Принаймні, я вам скажу так, я абсолютно спокійно сюди прийшов і так само звідси піду, якщо прийде час. Але той період, який мені надали і дає змогу реалізуватися, я зроблю все для того, щоб здійснити реформаторські речі і, власне, показати нову, публічну, відкриту, чесну, прозору державну службу з незвичайних ситуацій. Я правда, я, Наталка, я даю чесне слово, я не цікавився своєю зарплату. А на які же дінги ви будете жити? Ви же как-то должны кормити сім'ю. Или у вас якісь залежи там дома є? Знаєте, буду жити на зарплату міністра. А тут в последнє час все золоті слідки знаходять, знаєте? Да, і золотой пісок, драгоценності. Ну, на жаль, цим похвалитися не можу, але сподіваюся, що абсолютно нормальна, адекватна зарплата. До речі, і в Міністерстві внутрішніх справ була більш-менш нормальна зарплата, як в радника міністра, але враховуючи ті тенденції... А какая зарплата у радника міністра? Знаєте, коли я прийшов, була близько 10 тисяч гривень, але тоді це було майже тисячу доларів, навіть трошки більше. Звичайно, зараз зарплата не змінилася, трошки скоростилася навіть. Останнім часом десь там на 3 тисячі менше було. Ну, так в Міністерстві внутрішніх справ, я скажу, ще неплохо і обставить справа. Потому що... Відносно інших я знаю. Ко мені привезли інший профільний, який займається соціальними проблемами, і він сказав, що у нього 4,5 тисячі зарплата чистими. Ну, бачите, я... Я так вздругнула, знаєте? Я не думаю, що, в принципі, у Міністрів повинна бути погана зарплата. Я переконаний в тому, що хороша зарплата як правоохоронців, так і працівників спецслужб, так і держслужбовців, і тим більш менеджменту управління персоналом державного менеджменту повинна бути достойна для того, щоб у неможливо... Ну, понятно, да, це вовше місто. Хорошо. Зарян, ми переходимо к Блицем. Какими іностранними язиками ви владієте? Англійська, польська, російська. Ну, от просто у вас в Вікіпедії написано, що ви владієте несколькими іностранними язиками, тому я спросила. Є трошки... Ви учились в Австриї, я думала, ви немецким владієте. Я навчався в Австриї в англійській групі, і, до речі, з немецьким язиком в мене не склалося. Хорошо. Скільки раз в неделю ви буваєте в спортузалі? Останнім часом практично не буваю, і це прикро. Какая книга в юності произвела на вас наибольшее впечатление? На Західному фронті без перемін Ремарка. Кого ви считаєте своїм лучшим другом? Господа Бога. Знаєте ли ви молодих людей, ваших дочерей, мальчиків, які за ними ухажують? Вчора познайомився, 5 хвилин побачився зі своєю донькою, познайомився з її другом, старшою. Дуже хороший хлопчина, і я навіть відверто був позитивно вражений. Ваш друг Антон Геращенко такі достатньо сильні усіляя прилагають, щоб похудіти. Почему ви не хочете, от вся країна виділа ваші кубики, почему ви не хочете стати його личним тренером? У нас немає на тренування часу. Я б задоволений. Ну, то есть Антону нічого не світить? Я йому пропонував, але бачите, часу немає. Почти, який последній фільм ви бачили в кінотеатрі? Не згадаю, я не був в кінотеатрі кілька років. Послідня країна, в якій ви побували з туристичною целью? Ізраїль. Коли це було? Кілька днів в січні. Ким би ви хотіли стати в зените вашої карьери? Чим би ви хотіли, щоб вона завершилась? Не знаю, президентом, прем'єр-миністром, ще кем-то, не знаю. Ви думаєте, у вас саме кар'єру чи... Я имею в виду вашу кар'єру, деловую кар'єру. Я думаю, що мені би хотілося до кінця реалізуватися на якійсь конкретній посаді. Коли вийде кончиться війна? Три-чотири роки. Якщо б ви шли по вулиці і увиділи, що на перилах балкона курить неадекватний подросток, ви б полезли самі його спасати? І визвали б свою службу? Не, я б пули сам. І останній питання. Це у нас новий питання, який я буду задавати вже всім. Кіні три проблеми України, з вашої точки зрення, нам далися рішити за цей год? Тому що вже год пройшов, там багато. В першу чергу, підняття рівня усвідомлення громадян і спроба, спроба поки що, збудувати справжнє громадянське суспільство. Друге, це реальне зрушення щодо відкритості влади. Це правда. І третє, це і дуже важливе, ми збудували справжню українську армію, національну гвардію, реформували і показали реальну реформу Міністерства внутрішніх справ і здійснили великий прорив у цьому справі. Друзі, мені, це дуже важливе відчувство, і, можливо, воно і составляє основу державності. Друге, це понимання і відчування, що завжди є хтось в цій країні, хто може в любу минути у тебе прийти на допомогу. І мені власно дуже хотілося, і думаю, кожному з вас теж, щоб така служба, наконец, у нас визникла, і щоб вона працювала. І от глава цієї служби, сполняючий об'язанності глави, був сьогодні у нас, це Зарян Шкиряк. А я вам желаю, я з вами прощаюсь, і желаю вам то, що желаю вам обычно. Дякую. 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 Дякую.